Свыше 68 тысяч избирателей зарегистрировано в Сарове. Более 30 тысяч из них уже приняли участие в голосовании. Хотелось бы лучше, честно скажу, потому что действительно предприняты все меры для того, чтобы и надо отдать должность руководителям предприятий организации города, которые пошли, значит, создали условия для того, чтобы члены комиссии, а их у нас 326, потому что 36 участок по 9 членам комиссии, создали условия, чтобы они могли с 8 утра до 8 вечера быть на избирательном участке и обеспечивать голосование. Основная задача территориального избиркома в условиях пандемии – обеспечить безопасность горожан при голосовании. На входе в помещение избирателям избирают температуру, выдают маски и перчатки. Для заполнения документов выдают ручку, которую потом человек забирает с собой. Данных о том, кто из Саровчан проголосовал дистанционно, нет. Вся эта информация концентрируется в Москве, в Центральной избирательной комиссии. После подведения итогов эта информация идет только в Нижний Новгород, количество нижегородцев, которые проголосовали дистанционно. И эти данные приплюсовываются к данным нижегородцам, которые проголосовали очно. Для исключения двойного голосования члены избирательной комиссии могут проверить, выразил ли свою позицию по отношению к поправкам человек онлайн. Имеется сайт, который мы входим туда, выходим на этот сайт, вводим туда информацию не фамилии и отчества, а только паспортные данные и получаем информацию о том, проголосовал ли этот избиратель или нет. Те, у кого не было времени ознакомиться с поправками в главный документ государства, могут это сделать в день голосования. Изучить действующую конституцию и предлагаемые изменения можно прямо на избирательном участке. Елена Грицкова, Евгений Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.